И я даю слово Пономарёву Михаилу Вячеславовичу, кандидату юридических наук, сотруднику Института сравнительного законодательства и правоведения предправительства Российской Федерации и тема доклада «Правовые аспекты территориальной охраны среды обитания морских млекопитающих». Михаил, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Прекрасный день сегодня. Такая прекрасная тема. На самом деле, очень сложно что-то говорить после, во-первых, такого ролика, животрепещущего, который показали в самом начале нашего круглого стола. Во-вторых, после таких прекрасных, блестящих докладов и у Марии Соловьевой, и у Дамира Камильевича, и с большим удовольствием всех слушал. Тем более, что у нас все-таки наши выступления связаны одной нитью и одной целью, прежде всего, реализации вот этих наших приоритетов. Это часть формирования и государственной политики, и законодательства в области охраны морских млекопитающих, и, в первую очередь, территориальной охраны. Потому что это вопрос существенный, вопрос ключевой. Там целый клубок взаимосвязанных вопросов, касающихся не только территориальной охраны, действительно, и отлова, и спасения их от этих, как вы показывали, дышающих сетей, от пластикового мусора и так далее. То есть, это очень, вопросы все существенные, но сейчас мы будем говорить исключительно о вопросах территориальной охраны, потому что вопрос серьезный. Ну, во-первых, ну, я попытаюсь, да, в рамках регламента немножечко свой доклад подсократил. Ну, во-первых, конечно, сегодня уже говорилось неоднократно, это совершенно четко, что одной из основных проблем является отсутствие специального правового статуса морских млекопитающих. Учитывая то, что сейчас их правовой статус регулируется, и правой режим мест, в том числе их обитания, регулируется в рамках законодательства о рыболовстве, это, конечно, с одной стороны плюс, с другой стороны существенный минус. То есть, учитывая их специфику и специфику мест обитания, миграции и прочее, это, конечно, существенный вопрос, и необходимость специального законодательного регулирования, вопрос необходимости такой поднимался достаточно давно и многими учеными, и биологами, и экологами, юристами и так далее. Конечно, с признанием, утратившим силу правила охраны морских млекопитающих в рамках регуляторной гильотины, сейчас действительно отсутствует специальная правовая форма территориальной охраны соответствующих морских районов. Именно гибкие механизмы, которые были бы нацелены специально на соблюдение требований по охране вот этих мест обитания морских млекопитающих, это тоже очень важный район. Ну, а имеющийся правовой инструментарий в части различных разновидностей зоны охраны, различных разновидностей зон с особыми условиями использования территории, тоже сейчас не всегда позволяет обеспечить полноценно их правовую охрану, производство и так далее. Ну и, наконец, вопрос правовой охраны, я об этом скажу, вопрос правовой охраны без установления специальных зон тоже очень проблематичен, учитывая отсутствие единого подхода в части установления ограничений на осуществление различных видов хозяйственной деятельности, потому что отдельное ограничение, которое можно установить в рамках, допустим, актов федеральных органов исполнительной власти каких-либо, да, он достаточно непростой, и процедура непростая, и обоснование, и при этом будет отсутствовать единственный системный комплексный подход по их правовой охране. Ну, об этом сегодня говорилось уже вкратце буквально о том, что действительно вопросы охраны морских млекопитающих и необходимость несения соответствующих изменений законодательства Российской Федерации является одним из ключевых приоритетов государственной политики в этой сфере, да, и был соответствующий перечень поручений президента Российской Федерации в 2019 году, и так, что это все в русской государственной политике, и, сомненно, очень важно, не только с точки зрения биологической, но с точки зрения вообще реализации основных целей и приоритетов государственной экологической политики. Но при этом, как уже сегодня многократно говорилось, в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, которая у нас называется эгуляторной гильотиной, признаны недействующими на территории Российской Федерации, правила охраны и промыслов морских млекопитающих, которые были удержаны в 1986 году, но и при этом взамен них ничего принято не было. Хотя, по большому счету, отмена тех актов старых советских, которые десятками, а то и сотнями отменяются в рамках реформы гильотины, причиной, главной причиной отмены этих актов является то, что они не соответствуют принятому закону об обязательных требованиях, хотя, по большому счету, взамен них, как правило, должны предусматриваться новые требования, которые сформулированы таким образом, чтобы они соответствовали действительно новым подходам в области установления обязательных требований. Но при этом этот акт у нас был отменен, признан вбратившем силу, бесследно фактически. В настоящее время земельное законодательство у нас предусматривает целый инструментарий, целый набор так называемых зон с особыми условиями использования территорий, в числе которых существуют различные виды зон, цели установления которых напрямую связаны, в том числе, с охраной, в течение воспроизводства водных биологических ресурсов, либо связаны с этим. К таким разновидностям следует отнести водоохранную, или как она в земельном кодексе, в статье 105 указано, водоохранная, в скобочках рыбоохранная, хотя не совсем корректно, на самом деле не совсем правильно, но тем не менее. Прибреженная защитная полоса, как составная часть водоохранной зоны, рыбоохранная зона озера Байкал и рыбохозяйственная заповедная зона, перечисленная в качестве разновидностей зон с особыми условиями использования территории. Каждая из них в различной степени, конечно же, преследует схожие цели, но имеет свою очень четкую специфику, и учитывая вот эту специфику, она не всегда может быть применена при достижении тех целей, которые нас, соответственно, интересуют. Прошло уже, Михаил. Да, спасибо, буду торопиться. Значит, водоохранные зоны трогать не будем, они действительно немножечко ограничивают режим осуществления хозяйственной деятельности на территории земельных участков. Что касается рыбоохранных зон, вы знаете, что сейчас обсуждается вопрос об их отмене, однако механизм рыбоохранных зон не такой гибкий, как нам в наших целях необходим, он не позволяет установить запреты ограничения, временные, в особенности нашлиния отдельных видов хозяйственной деятельности, конкретно в акваториях водных объектов, что нам как раз необходимо. Что касается рыбоохранных, рыбохозяйственных заповедных зон, то мы все знаем, что в настоящее время ни одного примера установления рыбохозяйственных заповедных зон ввиду сложности процесса установления у нас сейчас нет, хотя по большому счету этот инструмент позволяет устанавливать соответствующие ограничения непосредственно на акваториях водных объектов рыбохозяйственного значения их частей, и хозяйственная деятельность в них может быть запрещена полностью или частично, либо постоянно или временно, то есть это более, и да, они могут устанавливаться в морских районах, это более гибкий инструмент, который мог бы преследовать те цели, которые нам важны, но тем не менее ввиду сложности установления пока у нас ни одного примера установления нет. Мария Соловьева сегодня говорила о возможности установления соответствующих ограничений актами федеральных органов исполнительной власти, ограничения в сфере недропользования, но тут надо понимать, что несмотря на наличие статьи 8 закона о недрах, которые предусматривают возможность ограничения пользования отдельными участками недр, и запрет пользования отдельными участками недр, статья 20 и 21 закона о недрах в числе оснований для прекращения, ограничения прекращения, в том числе и досрочного прекращения права недропользования, вопросов связанных с охраной водных биологических ресурсов и морских млекопитающих у нас нет. Говоря об ограничениях судоходства, то такой инструмент действительно есть, инструмент установления запретных для плавания, либо временно опасных для плавания районов, в соответствии с законом о внутренних морских водах территориального моря в приближающей зоне, однако они не устанавливаются для обеспечения охраны окружающей среды в соответствии с законодательством, и предусмотрены только для соответствующих внутренних морских вод территориального моря в приближающей зоне. Но те запреты, ограничения, которые этими требованиями предусмотрены, они, в принципе, могут подходить для соответствующих целей. Значит, исходя, я буквально заканчиваю, исходя из тех целей, которые перед нами стоят относительно возможности охраны морских млекопитающих, возможно, три различных варианта законодательного регулирования и нового правового регулирования относительно обеспечения охраны морских млекопитающих. Во-первых, закрепление специальных зон охраны морских млекопитающих, о которых сегодня говорили, опять же, и проводить закрепление особенностей их правового режима. Но вне, наверное, специального закона, действительно, Дамир Камильевич прав, что сейчас это вопрос достаточно непростой и вряд ли принятие специального закона будет возможно. Однако, возможно, внесение соответствующих изменений в действующее законодательство, например, закон о рыболовстве и сохранении водно-биологических ресурсов, соответствующее статью 105 земельного кодекса и утверждение специального положения о зонах охраны морских млекопитающих в виде постановления правительства, где будут устанавливаться соответствующие запреты и ограничения. Вопрос, вариант второй, это возможно установление запретов и временных ограничений на осуществление отдельных видов хозяйственной деятельности, например, приказами телехоза, в чем утверждение правил охраны промыслов морских млекопитающих в отдельных рыбохозяйственных бассейнах. Ну и соответственно установление данными правилами временных ограничений или постоянных запретов на осуществление конкретных видов хозяйственных деятельностей. Ну и наконец третий вариант обеспечения ограничений уже имеющимися правовыми средствами. Либо идеальный вариант путем установления рыбохозяйственных заповедных зон и соответственно совершенствования порядка их установления и установления специальных ограничений связанных морскими млекопитающими. Либо введение временных ограничений соответствующими актами федеральных органов исполнительной власти, Минфранса, Роснедр и так далее. Но опять же хочу подчеркнуть, что для использования вот этих инструментов требуется очень детальное, очень четкое обоснование, очень сложное, которое позволяет не только обосновать вообще необходимое установление, но и границы этих зон и те ограничения, которые будут установлены в пределах этих границ. Это очень важно и к этому вопросу нужно подходить очень детально. Спасибо большое. Ну вкратце, насколько возможно, спасибо. Спасибо большое, Михаил Вячеславович. Да, прямо уложились во время. Спасибо и за предложение уже. У нас есть варианты, которые мы будем обсуждать во время дискуссии, коллеги. Вопрос от Татьяны Шуваловой к Михаилу Пономареву. Возможно ли второй вариант решения проблемы, то есть второй, я так поняла, из тех, которые Михаил упомянул, это утверждение предсказа Минсельхоза, правил охраны промысла морских плитопитающих в отдельных бассейнах. Возможно ли такой вариант без внесения соответствующих изменений в закон о рыболовстве, наделяющих Министерство сельского хозяйства соответствующими полномочиями? Спасибо большое за вопрос. Но вообще, в принципе, мое глубокое убеждение, что нанесение изменений в законодательство нам необходимо только в случае, если мы добавляем еще одну, скажем так, еще один зооид, зону с особыми условиями использования территории в виде зоны охраны морских плитопитающих. Во всех остальных случаях, в принципе, по большому счету, можно справиться с законным регулированием. Поэтому, если мы говорим о втором варианте, о том, о котором я говорил, то, в принципе, по большому счету, да. На мой взгляд, от внесения изменений в законодательство, я не вижу целесообразности при втором рассмотренном варианте. Мне кажется, достаточно будет внесения изменений под законным регулированием правового акта, в частности, наделяющих Министерство с соответствующими полномочиями. Спасибо. Спасибо, Михаил. Раз Институт строительного законодательства и правоведения говорит, что можно, может быть, так и можно. Говорит не институт, а говорит на будущий человек.